В ближайшем обновлении на Рофе появится новая система кукол, которая внешне напоминает сбор реликвий на мейне. Сегодня мы рассмотрим новые способы их получения и пройдемся по новым куклам, которые кстати дают неплохие прибавки персонажу. В игру будут добавлены 15 новых кукол. Какие-то из них дают очень слабые статы, а вот какие-то меня удивили. Давайте пройдемся по каждой из них для наглядности. Кукла принцессы Марланг дают бонус к скорости. Кукла Дэймон дает сопротивление к отталкиванию. Кукла Сатина сопротивление к заточению. Кукла Руминир сопротивление к удержанию. Кукла Айзен Келсур сопротивление к подавлению. И как вы уже поняли, названия из непростых, их будет запомнить очень сложно. Перечисленные многие куклы точатся всего лишь на плюс 2 и не дают особо крутых приростов. А вот следующая кукла уже повкуснее, их можно точить до плюс 4. Кукла Король Игнис дает атаку стихии огня и физатаку. Кукла Королева Небула атаку стихии воды и магатаку. Кукла Король Прочела атака стихии ветра и магзащиту. А кукла Король Петрам атаку стихии земли и физзащиту. Помимо этого есть также кукла Тирон. Она дает шанс заточения и максимальное хп и мп. И теперь самые крутые куклы. Их можно проточить на плюс 6 и они дают уже внушительные статы. Кукла Скарлет Ван Халиши, как и кукла Фринтезе, дает бон с характеристиками. Количество и вид зависят от уровня куклы. Помимо этого дает также шанс отталкивания. Кукла Анаким увеличивает магатаку и шанс удержания. Кукла Лилит дает шанс подавления и физическую атаку. Кукла Килибим это смесь Фринтеза и Халиши. Дает бонус к характеристикам. А вот количество и вид зависят от уровня. Также дает магзащиту, силу всех крит атак, снижение шанса контроля. А на 6 уровне снижает получаемый урон от пвп и дает бонус к получению опыта и сп. Ну и последняя кукла Ферион. Она дает мощность всех умений, снижает получаемый крит урон от всех атак. Дает бонус к максимальному хп и мп, сопротивлению к отталкиванию, сопротивлению отражению урона. Бонус к наносимому урону, бонус опыта и активируемое умение щит Фериона. Который создает щит при получении урона и затем накладывает замедление Фериона на цели, атакующие вас. А также снижает скорость атаки, магии и бега. Уровень куклы влияет на ее редкость и каждый новый дает больше статов. Теперь для синтеза требуется 4 куклы одинакового ранга, вместо 2 одинаковых. А шанс получения куклы на ранг выше всего лишь 10%. Причем дропнуться может абсолютно любая кукла. Естественно, чем лучше кукла, тем меньше шанс ее выпадения. При неудачном синтезе вы получите одну из случайных кукол того ранга, которого синтезировали. И это действительно кардинальная смена системы кукол. И тут сразу возникает вопрос, а где же их брать? На момент ввода системы на Корее был введен ивент на 3 недели, где за 200 монет продают билет призыва куклы в количестве одной штуки. С него можно было получить куклу, начиная от обычной, заканчивая куклой высшего качества. А вот за 2000 монет продают билет призыва куклы в количестве 11 штук. Некоторое количество кукол можно было также получить в честь 20-летия игры. Но не факт уж, такие ивенты будут и у нас. Старые куклы, которые на данный момент есть в игре, будут давать все те же статы. Но запечатанные будут автоматически перенесены в шкаф. Это новая система сбора кукол. А вот незапечатанные можно будет обменять на карточку той же куклы для шкафа. И после обмена она станет запечатанной. Кроме того, были добавлены новые коллекции с куклами. Их можно посмотреть по ссылке в описании. Потому что инфы реально очень много. И перечислять ее в одном видео придется минут 30. Бонусы от коллекции, кстати, распространяются и на твинов по аккаунту. А если у вас есть несколько кукол одного вида, то статы будут даваться от той, которая заточена выше. Если подытожить, то мне кажется, что новая система стала хуже. Получать нужную куклу теперь станет гораздо сложнее. Синтез требует 4 куклы вместо 2. И удачный шанс составляет всего лишь 10%. Единственное, что может спасить ситуацию, так это, если эти куклы будут часто дропаться. Потому что их реально стало много и закрыть все коллекции будет сложно. Но с другой стороны, можно будет синтезировать обычные куклы, которые дают мизерные статы. А взамен есть шанс получить более редкую куклу с более крутыми характеристиками. Которые с лихвой перекроют потерю от 4 слабых кукол. В общем, посмотрим, как эта система себя проявит на деле. Но выглядит очень замудренно. Но с другой стороны, зато интересно. А на этом все. С вами как всегда был Вайт. Пока-пока. Мир Линейдж 2 Эссенс ждут большие изменения. Высшие эльфы в деле. Новая раса готова покорить Эль Мараден. И твое сердечко. Сразу два новых класса. Надежный танк, божественный храмовник. И повелитель стихии, меняющий сферы сил природы, как перчатки. Дальше, больше, успей подготовиться. Играй в Линейдж 2 Эссенс на Фогейме.